Мне позвонил охранник нашего предприятия, гостили радио, и сообщил, что была совершена попытка нападения. Я сюда приехал где-то, и по рассказу работников милиции и охраны здесь, в общем, ситуация была следующая. Где-то около половины второго ночи неустановленный гражданин проник на территорию Харьковского областного государственного телевидения. Каким образом он разбил стекло и проник между, скажем так, очутился между дверями. И охранник тут же среагировал и заблокировал вторую дверь, дверь, вертушку так называемую. И вступил в переговоры с этим человеком. Человек вел себя крайне неадекватно. По словам охранника, он не был пьяным, ну то есть явно не был в алкогольном состоянии. И после этого он, наш охранник, пытался с ним вступить в какие-то переговоры и уговорить его покинуть нашу территорию. Но он вел себя все более и более агрессивно. Охранник принял решение и нажал на тревожную кнопку. Он вызвал наряд милиции. Буквально через несколько минут, до пяти минут, прибыл наряд милиции, который также, представители которого вступили в переговоры с этим человеком, который отвечал, что он хочет и называл фамилию человека, с которым он хотел бы тут встретиться. Тоже непонятно, почему это должно было происходить именно здесь. Но один из милиционеров в это же разбитое стекло проник к нему и пытался его уговорить сдаться. После чего, по словам милиционеров, они заметили, что у него под одеждой находится клинок. То есть, не установлены какое-то холодное оружие, палаш, сабли, непонятно, небольших вот таких размеров. Он его достал и сказал, если вы хотите меня убить, то я сейчас буду тут сопротивляться. И начал размахивать этим оружием. Милиционер скрылся у нас на территории, ему разблокировали дверь. После чего применили газовый баллончик милиционеры, чтобы его вытравить оттуда. Он вылез и, по словам, опять-таки, наряда милиции, бросился на них и размахивая. Причем они утверждали, что он достаточно хорошо владеет. То есть, достаточно хорошо владеет холодным оружием. То есть, он им размахивал и наступал на одного из милиционеров, который отступал туда, в сторону вот этого парапета, где уже был прижат в угол и применил табельное оружие. Он горел сначала по ногам, потом по корпусу, в общем. И сам милиционер свалился туда вниз. После этого всяческие действия прекратились. То есть, он не подавал каких-то... Не двигался. Была вызвана скорая помощь, ну и все остальное. В общем-то, когда мы прибыли, уже была ситуация вот такая, что находился здесь. По вашему мнению, это...